Прокуратура Молдавии выпустилась под арест оппозиционного политика Рината Усатова. Его обязали являться в правоохранительные органы по первому требованию прокуратуры. Лидера нашей партии обвиняют в убийстве, контрабанде и других преступлениях. Но сам он уверяет, что уголовные дела сфабриком в одной демократической партии Владимира Плохотнюка и готов предоставить все собранные против этой политической силы материалы. Наталья Соловьева увидела, как Усатый вышел на свободу. Несколько часов у стен прокуратуры при 35 градусной жарении. Кто из сторонников Рината Усатова так и не ушел. Видимо, хотели своими глазами увидеть. Оппозиционного политика действительно отпустят. Рината, мы с тобой! Рината, мы с тобой! Однопартийцы и просто сочувствующие. Из разных сел, но в основном из города Бельцы, где Рината Усатый три года был мэром. Приехали поддержать, а если что, и защитить. Много у нас было сегодня, я не знаю, даже цифру сказать, ну, тысяч две, наверное, сегодня собралось, несмотря на то, что сегодня воскресенье, праздник большой. Надеемся, что все решится мирным путем, его выпустят, и он будет сегодня дома. Мы очень этого хотим и ждем. Мы будем до победы, пока его сегодня не выпустят. Его виновность сторонники, разумеется, не верят. Но на опального политика лидера нашей партии в Молдавии заведено несколько уголовных дел. Сам Усатый, говорит, сфабриковали по указанию олигарха Владимира Плохотнюка, чтобы не допустить партию до выборов. От преследования карающего режима политик скрывался последние несколько лет. Сначала в России, затем в Германии и Румынии. Откуда и решил вернуться, как только Демпартия отказалась от своих притязаний на власть, а Плохотнюк бежал из страны. Все должны понимать, что за незаконные мандаты на арест, незаконное преследование, если кто-то тронет хотя бы кого-то из активистов, то мандаты на арест уже будут и на прокуроров, и на судей, и на полицейских. Граница таможенный пункт с Кулены. Такой группы поддержки здесь не видели никогда. Усатому пришлось уговаривать толпу дать дорогу машине полиции. Я прошу всех следовать за нами. Меня везут в Кишинев. Ребята, едем все туда без провокаций. В 2017-м районный суд Кишинева постановил выдать ордер на арест. Усатого обвинили в организации преступного сообщества, присвоении чужой собственности и даже покушении на убийство. Но он уже покинул страну. Сейчас вернулся, чтобы добиться справедливости. О том, что политика отпустят, сомнения были. Но 4,5 часа спустя Рената Усатый все же вышел из прокуратуры. В любой момент я должен вернуться по первому требованию прокурора, должен прийти на допрос. В чем вас обвиняют, вам сформулировали ваши претензии к вам? Меня обвиняют во всем, что угодно. О чем был разговор? Там заказные убийства, там контрабанда. Причем очень просто. Вот просто человек что-то покурил или что-то понюхал и пишет, что два года назад Ренату Усатый раздавал деньги. Где, когда, то есть нет ничего, понимаете? Политик тут же заверил, что готов поддержать и помогать новому правительству страны. Я вернулся домой, в Молдову. А политике я буду ровно столько, пока это нужно гражданам страны. У меня личных каких-то амбиций нет. Сразу из прокуратуры на встречу с соратниками и к родителям. Не виделись давно, а дальше турне по районам. Конкретных планов на политическую карьеру еще нет. Но все может измениться. Наталья Соловьева, Дмитрий Федотов, Вести, Кишинев, Молдавия. Дмитрий Федотов, Вести, Кишинев, Молдавия. Дмитрий Федотов, Вести, Кишинев, Молдавия. Дмитрий Федотов, Вести, Кишинев. Дмитрий Федотов, Вести, Кишинев. Дмитрий Федотов, Вести, Кишинев. Продолжение следует...